Привет! Вы смотрите четвертый сезон кулинарного шоу «Горячие секреты». И с вами я, его ведущий, Василий Емельяненко. На этот раз мы отправимся в незабываемое гастрономическое путешествие по регионам России. И откроем для себя рецепты приготовления самых вкусных блюд нашей страны. И все это, не покидая уютной кухни, доктор Эткар. Сегодня мы окунемся в неповторимую атмосферу Западной Руси. И приготовим настоящее праздничное блюдо – пасхальную бабку. Для теста мне понадобится 3 желтка. Ну и, соответственно, вот то количество яиц, которое мне нужно разбить. Значит, все яйца сюда отправляются. Теперь сюда добавляем сахар. Добавляем сахарную пудру. У меня доктор Эткар. Она моментально растворяется. И очень удобно в работе с кондитерскими изделиями. И подготавливаем водяную баню. Включаю огонь. И начинаю нагревать. Вода начнет закипать. Нужно убрать ее на самый минимальный огонь. Ставим сюда яйца с сахарными ингредиентами. И достаем в миксер. Секрет бабки заключается как раз-таки в швейцарской меренге. Только сама по себе швейцарская меренга делается из белка. А здесь мы делаем заварной бисквит. Вообще на Западной Руси была традиция всегда к Пасхе печь вот такую вот бабу. На самом деле она очень вкусная. И несмотря на то, что в центральной части этой традиции не придерживались, это не альтернатива куличу. Это должно быть вместе с куличом на столе. Горячий секрет. Следите за температурой. И довольно долго нужно взбивать яичную массу для того, чтобы пена получилась устойчивая. Если пена будет слабенькая, то и тесто не так сильно поднимется, как нам хотелось бы. Главное делать все очень интенсивно и аккуратно, для того, чтобы на дне не образовывалось прилипание яичной массы, потому что может омлет схватиться. Как только крем загустеет и увеличится в объеме, сразу же убираем с бани с водяной. И продолжаем взбивать, пока он не остынет. Смотрите, какой густой крем получается. Понятно, что при комнатной температуре вы все равно не сможете его охладить там ниже 30 градусов. Поэтому у меня примерно градусов 30. То есть вы рукой трогаете, понимаете, что он теплый, но не горячий. Начинаем вымешивать и добавлять оставшиеся ингредиенты. Я специально для этого возьму большую миску. Мы сюда добавляем часть крема. Примерно где-то половину. Добавляем сюда топленое масло. Аккуратно вмешиваем сразу же муку. Почему две части? Доб-ингредиенты очень сильно сажают воздух, который мы нагнали в яичную смесь. Поэтому мы намеренно сажаем половину смеси, а второй частью смеси мы просто приподнимаем все это. Вымешиваем аккуратно. Вот эта часть у нас вымесилась. Соответственно, мы берем мелкую терку и начинаем натирать цедру. Цедра вся у нас уходит вот сюда. Это все мы перемешаем, когда будем добавлять ванильный сахар. Ванильный сахар у меня доктор Откер. Другим я не пользуюсь, потому что у него очень мягкая качественная ароматика. Примерно пол чайной ложки. Этого будет достаточно. И, конечно же, разрыхлитель. Разрыхлитель я беру с шафраном. Берем чайную ложку и насыпаем сюда. Ну вот, с небольшой горкой у меня есть. Объем теста большой, этого будет достаточно. Смотрите, у меня тут идет финальный этап. Я отправляю сюда оставшееся количество яичной смеси взбитой. Добавляю сюда кедровый орех. Здесь у меня замоченный кипятком изюм. Он у меня здесь простоял около 30 минут. Набрал немножко воды, стал более мягким. Я сливаю лишнюю воду. Добавляю изюм вот сюда. Мне нужно мягкое сливочное масло, дабы избежать прилипания, подстраховаться наперед, чем потом кусать локти. Пока я домешиваю остатки теста, нужно разогреть духовку до 180 градусов. И ставить ее только в разогретую духовку. Иначе баба может быстро обгореть. А нам нужно, чтобы она на первом этапе как бы приподнялась. Вроде бы не осталось белых пуховых облачков. Тесто стало красивое. Ведь помимо всего прочего, разрыхлитель с шафраном еще и подкрашивает тесто. Оно становится такое желтенькое, красивое. И переливаем его. Ничего не трясем. Даже когда вы собрались его отнести и поставить в духовку, тесто требует к себе максимально бережного отношения. Теперь я отношу все это в духовку. 180 градусов 30-35 минут во время выпекания не вздумайте открывать духовку. Пока бабка выпекается, мне нужно приготовить сироп. Чтобы тесто было вкуснее, его нужно пропитать. Включаю плиту. Сюда отправляем воду. 30 миллилитров. И, соответственно, сахар. Все это у нас разогревается. Ждем, пока растворится сахар. Так как у нас уже есть шафран и есть изюм, то я хочу подчеркнуть вот эту нотку изюма с помощью вина. Сначала мы на сильном огне доводим до кипения воду, и сахар тут же растворяется. А как только сахар растворился, уже можно вливать вино. Выпариваем его буквально пару минут на сильном огне. Потом ставим огонь меньше и провариваем еще пару минут. Сироп должен пахнуть вином, но не должен пахнуть алкоголем. Вы это поймете. Все. У меня алкоголь ушел отсюда. Подготовьте решетку для того, чтобы, когда вынем бабку из печи, я ее буду переворачивать вот сюда. И пора вынимать. Можно сразу же захватить противень оттуда. Бабка получилась очень красивая. И переворачиваем. Аккуратно достаем. Вот как раз нам решеткой пригодилось. Для того, чтобы сироп не испортил нам весь стол. И теперь мы его аккуратно поливаем на теплую бабку, для того, чтобы он впитывался. Все, остатки капли последние выливаем все по кругу. Теперь мы ее оставляем остывать. И переходим к декору. У меня здесь две чашечки. И вода. Эти две чашечки мне нужны для того, чтобы развести глазурь. Доктор Эткер. Я беру два цвета. Вот этот цвет у меня желтый. Со вкусом цитрусовых. Я высыпаю в одну чашку. Вторая глазурь у меня красная. Высыпаю ее во вторую чашечку. Так, теперь сюда добавляем воду. Так, и столько же отправляю сюда. Красная, кстати, со вкусом лесных ягод. То есть, это не просто глазурь. Она еще и вкусная. Все, теперь смешиваем до однородного состояния. То есть, до получения глазури. И не вздумайте сразу лить большое количество воды. Потому что потом уже обратного пути не будет. Вот получается у нас вот такая вещь. Очень красивая. Смотрите, какая аромат стоит. Вообще потрясающий. Так, теперь перемешиваем цитрусовую глазурь. Как только глазурь готова, нужно сразу же начинать поливать. Потому что она довольно быстро подсыхает. И сейчас наступает время для вашего творчества. Тогда можете пригласить там друзей, родственников, детей. Одна глазурь у меня получилась намеренно чуть-чуть гуще. Для того, чтобы появилась основа. Начинают покрывать середины, для того, чтобы она равномерно красиво растекалась по сторонам. Теперь красная идет вслед за ней. Красную мы можем направлять в те места, где у нас меньше было потечности от желтой. Но смотрите, какая красота получается. В принципе, вы можете использовать хоть пять видов глазурей. Есть такая техника, флюит-арт. Когда смешивают несколько акриловых красок, потом начинают все это выливать на холст. В нашем случае холстом является красивая пасхальная бабка. У нас такой старинный древнерусский рецепт в современном модернистском оформлении. Здесь не хватает еще немножко посыпки. У доктора Эткер есть микс-декор. Сначала насыпать в руку и маленькие шарики, и полосочки, и звездочки, и кругляшочки. В общем, просто самый настоящий фейерверк. Небольшое количество, потому что картина должна быть сбалансированной. Получилось великолепно. Ну, на мой субъективный взгляд. Теперь нужно все это переложить на праздничное блюдо и дать постоять хотя бы часик. Глазурь подсохла. Он пропитался, настоялся. Итак, давайте начнем. Я сделаю сразу большой надрез, чтобы вам было видно. Все очень и очень хорошо пропеклось. Он просто тает во рту. Я очень рекомендую вам разнообразить свой пасхальный стол вот таким ярким, вкусным и ароматным блюдом. Попробуйте, и все, кто был приглашен на праздник, скажут вам три раза спасибо и попросят добавку. Вопрос к нашему конкурсу. Какую из перечисленных выпечек не пекут на Пасху? Попошник, козунак, понетоне или шакотис? Мы случайным образом выберем три правильных ответа у нас в комментариях. И наградим призами от доктора Откин. Итоги подведем через две недели, поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, не забывайте про лайки и комментарии. Обещаю, будет вкусно. Я поздравляю вас с наступающим праздником и хочу сказать, что в следующем выпуске мы отправимся в самый молочный регион нашей страны и узнаем, как же правильно готовится сметанник по-вологодски. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!